Предупреждения не помогают, а жертвы продолжают попадаться на уловки мошенников. Так на этой неделе в полицию поступило заявление об обмане с кредитной картой. Буквально вчера обратилась женщина, которая сообщила, что в течение определенного промежутка времени к ней приходилось сообщение о том, что у нее якобы какая-то задолженность по кредитной карте. Хотя карта кредитная сама активирована даже не была. Не проверив банки наличие долга, Димитровградка перевела мошенникам 10 тысяч рублей. Второй случай мошенничества на этой неделе связан с неудачной покупкой щенка ребенку. Жительница Димитровграда нашла продавца на одном из интернет-сайтов. Один человек с указанием конкретного номера телефона реализует щенков такой-то породы собаки. Соответственно, в ходе телефонного разговора предположил, что продажа щенка будет стоить 8 тысяч рублей. Для того, чтобы нам диалог завязался, вы перечислили, пожалуйста, мне задаток в районе 5 тысяч рублей. Покупательница задаток перевела, а продавец в итоге пропал. Как уберечься от мошенников? Есть хорошая поговорка – доверяй, но проверяй. Всю информацию по своим платежам необходимо уточнять в банке и не перечислять деньги непроверенным и сомнительным продавцам. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.